Тогда следующий докладчик у нас Ашурков Павел Александрович, нейрохирург, пластический хирург, стаж работы с 2013 года, соавтор российских клинических рекомендаций, автор более 140 научных работ, учебных пособий, атласов, стипендиат, президент Российской Федерации. Прошу, пожалуйста, слово Павлу Александровичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно участвовать, быть приглашенным на ваши мероприятия. Мероприятие крупное, интересное, очень приятно обменяться опытом, рассказать о своем опыте работы. Вообще, хотелось бы сказать, что речь пойдет о возможностях и ограничения современной липоскульптуры, о малых и больших зонах. Вообще, начну с того, что, конечно же, в первую очередь мы когда-то работали на традиционной механической, вакуумной, минусцентной липосакции. И вот слева изображена фотография, которую мы когда-то выставляли в соцсети, где есть демонстрация небольшого объема. Это мы работали с шейно-воротниковой зоной, тем самым климактерическим домом-горбиком. И, в общем-то, этот результат я на тот момент считал достойным того, чтобы выставлять его в соцсети. Ну и вот справа на видео, это результат работы с верхней частью спины и тем же вдовим горбиком у другой пациентки, буквально две недели назад в набережных челнах. Совсем другой объем и совсем другое, конечно, удовлетворение от работы. Расскажу, почему, как и что именно используют. Ну, во-первых, ультразвуковая липосакция в азерах имеет определенные особенности. Первое, самое важное, это кавитация, а вы слышали вот этот звук, которым можно контролировать вообще происходящее в тканях процессы. Имеется определенный набор конюль, и при должной обработке определенным образом, при адекватном наполнении тканей, мы предварительно подготавливаем жир таким образом, что, ну вот, фактически без какой-то, без какого-то вакуума мы уже получаем истечение жидкости. Иногда я демонстрирую пациентам эти видео, эти изображения, демонстрируя безопасность и эффективность кавитации, которую мы можем провести. Кроме того, однозначно вазер привлекает меня тем, что имеет возможность работы с целлюлитом, имеет возможность работы с тянутыми рубцами и некоторыми другими возможностями. Кроме того, достаточно травматичная аспирация, возможность поверхностной работы, больших объемов удаления при малых кровопотерях и достаточно устойчивые результаты липофилинга. Ну, здесь точно так же, я думаю, классически, едва ли не в каждом докладе мы любим показывать, какой жир мы получаем на ультразвуковой липосакции. Конечно, надо сказать, что у некоторых полных пациентов мы подобный жир можем получить и на механической липосакции, но здесь в общем и целом при довольно большом объеме, вот вы видите слева фотография, там около 7 литров удалено жира, очень большой объем жира, очень маленький объем прочей жидкости. И за все время работы с вазером нам не пришлось прибегнуть ни к одному пилитовому пакету компонентов крови, я считаю, очень... Хотя мы удаляли, ну, довольно большие объемы, порой не гоняясь за ними, но все-таки приходилось удалять достаточно большие объемы. Сейчас у нас есть. Меня слышно? Вы слышите? Нет. А, да, сейчас есть проблемы со звуком. Есть проблемы со звуком? Вот сейчас мы вас снова услышали. Да, да. На каком этапе? Вот на этом слайде, который вы сейчас видите, мы остановились. То есть, этот слайд мы услышали, комментарий, и дальше уже следующий слайд с разметкой мужчины, там уже было без звука. А, там женщина у нас, да. Вот этот слайд. Я хотел на этом слайде продемонстрировать то, что ультразвук мы используем в различных ситуациях. Ну, во-первых, это работа в малых и деликатных зонах, подбородочная зона, средней трети лица я ультразвуком не работал, у меня нет такого опыта. Ну, минимально заходил, там, какие-то нижние отделы. Вот. Иногда работаем с большими объемами, работаем с липоскульптурой под ключ и сложными разметками. Ну, и иногда используем хирургию high definition, тоже продемонстрируя определенные результаты. Это двухнедельный результат, естественно, промежуточный, видны выраженные отеки. Но вот на этой фотографии я хотел показать, что все-таки обработка ультразвуком позволяет достаточно хорошо подтянуть кожу. То есть есть пациенты, которых, ну, казалось бы, мы бы взяли на абдоминопластику, но иногда удается обойтись без этой технологии и получить вполне достойный результат. Меняется форма кубка, да, меняется форма, меняется контур фигуры. Вот. Мы получаем какие-то промежуточные результаты. На этом фото уже видно подтягивание кожи. Вот. Одной из таких зон, которые, пожалуй, сильно омолаживают пациентов, малых зон, это действительно подбородочная область. Мы можем получить различные результаты. Ну, в основном фотографии там первые, вторые, иногда какие-то там седьмые сутки. Значит, порой мы работаем с какими-то не очень большими подбородками. Где-то удается, вот как в данном клиническом случае, добиться неплохо выраженного угла нижней челюсти, шейно-подбородочного угла. И вот пациентка, конечно, при первом осмотре складывалось впечатление, что ей потребуется, скорее всего, открытая хирургия с подтяжкой или там на самый крайний случай какой-то там нитевые технологии дополнительно. Ну, вот удается иногда обойтись практически без каких-то дополнительных хирургических вмешательств. Это одни из самых первых пациентов. Тоже малый объем. Мы брали подбородочные области. Ну, вот видите, две недели совсем изменившаяся зона, довольно подтянутая. Еще сохраняется определенный отек. Мужчины тоже обращаются за этой технологией первые сутки. Опять же, видно, что кожа даже сейчас после снятия бинтов довольно неплохо подтянулась. И, в общем-то, иногда мы бы не ждали бы такого результата при использовании других технологий. В данном случае пациентка с дополнительно открытой хирургической подтяжкой, то есть мы тоже комбинируем ультразвуковую липосакцию подбородочной области иногда с открытыми техниками. Ну, результат, я считаю, неплохой. Но, понятное дело, здесь была дополнительно открытая хирургия, помимо липосакции. Еще один подбородочек. Молодая девушка, тоже получившая, в принципе, те контуры, которые хотела видеть, достаточно довольна. Бывает, мы берем пациентов с очень малыми зонами, которые достаточно требовательны к себе. Но вот как вот эта пациентка, можно получить тоже неплохой эффект. Но в целом надо понимать, что они должны быть готовы к довольно приличному восстановительному периоду, несмотря на то, что, казалось бы, работаем с малой зоной. Чем более поверхностно мы работаем, тем шире, пожалуй, восстановительный период. Ну, вот еще один мужчина. Тут у нас не обошлось без синячков. Да, так бывает. Иногда снеги, я вот вижу, что показывают фотографии совсем без гематомов. Но я бы не сказал, что они полностью отсутствуют. Просто они умеренно выражены иногда. Девушка с микрогнотией. Но тоже мы получили довольно неплохой угол. Она довольно с подбородком работать дополнительно не пришлось. Никаких имплантов, липофилинга и прочих техник изобретать не пришлось. Я не очень люблю пациентов с ожирением брать на липосакцию подбородочной области, если честно. Но когда все-таки у нас такие пациенты есть, ну, какой-то умеренный эффект мы можем получить. Это тоже там какие-то первые сутки, условно, там, третий, может быть, пятый сутки. Вот, кожа еще немножко подвисает. Но в целом пациенты обычно довольны, конечно, этим результатом. Ну, и вот одна из тут крайних девушек на мастер-классе получили, в общем-то, результат, которым она очень довольна. Что касается более крупных зон. Ну, я, честно говоря, практически ушел от обычной механической липосакции в пользу ультразвука. И вот сегодня звучал вопрос, идут ли пациенты на ультразвук. Ну, однозначно идут, конечно, да, и согласен полностью. Если пациенту объяснить преимущество, объяснить, что мы можем получить в одном случае и в другом случае, сомнения пропадают. Мне нравится, что изменяется качество кожи. Вот оно изменяется, это видно. Мне нравится, что меняется очертание, меняется форма пупка, он становится более молодой, может быть, более подтянутый. Вы видите, кожа тоже, опять же, пациентка, ну, возможно, даже бы с запросом на какую-то мини-абдоминопластику. Достаточно приличное расстояние у нее от лонного сочленения до пупа. Но вот удалось обойтись без каких-то разрезов. У нее вот есть рубец. Да, с рубцами тоже можно поработать. И иногда нам удается его неплохо отслоить и сделать рубец более аккуратным, не втянутым. У данной пациентки он был неплохой, но в целом об этом хотел бы сказать. Вот, люблю делать поясничную область. Когда мы делаем 360, с нее начинаю, прорисовываем элементы мышц, конечно, общая картинка появляется, ну, где-то полгода. Полгода, год, наверное, такие более-менее красивые результаты. Это ранний результат, около двух недель у пациентки. Хочу обратить внимание, их очень часто пугают. Здесь тоже без абдоминопластики нам удалось обойтись. Пациентка на тот момент отказывалась от работы с ногами, хотя ей, конечно, следовало бы поработать с соседними зонами. Сейчас она планирует пойти на соседние зоны. Тогда мы работали только с животиком, поясницей, поэтому она такая. Я бы сказал, что широковатая у нее фигура получилась в нижних отделах, конечно. Но в целом, по крайней мере, продемонстрировать возможность сокращения кожи, я оставил ее на этом слайде. Вы можете обратить внимание, что здесь есть среды, такой сократившийся в центре кожи, где была складка на животе. Ну, где-то у таких пациентов, наверное, около полугода может сохраняться эта схватка, и потом уходит, и животик становится аккуратным. Здесь довольно ранний результат, ну и, кстати, видны места вколов. Бывают гематомы. Вот первые сутки пациентка, две разных пациентки, одна без абдоминопластики, ну, вы видите, с множеством пропитываний. Пациентка из Германии довольная, находится на связи, старается скинуть дополнительно вес свой, потому что животик все равно у нее такой округлый, хотя подкожного слоя уже немного. Ну, и иногда мы комбинируем с открытыми вмешательствами, с абдоминопластикой, там, где без этого никак не обойтись. Как вот у пациентки справа, первые сутки после абдоминопластики. Поясничная область. Предыдущие пациентки тоже видны границы прорисованных мышц. Видна поясничка, видна талия, которая стала более явной. Ну, и, в общем-то, результат, я считаю, достаточно интересный. Про осанку сегодня тоже говорили. Вы видите, что уходят вот эти вот крылышки, еще висит дренаж, это буквально там вторые, может быть, третьи сутки. Дренаж мы ставим в основном после открытой хирургии, после чистой ультразвуковой хирургии. Дренажи я обычно не пользую, но, в общем-то, видно, что кожа уже подсократилась без каких-то дополнительных особенностей. Повязки достаточно сухие на дренажах, но вот осанка у пациентки немножко меняет, конечно, внешний вид. Хотя в значительной степени тут еще рубец шов влиял. Иногда, опять же, я сказал, что мы комбинируем с открытыми вмешательствами, либо абдоминопластику выполняем. Вот такой вариант пациентки, в принципе, я считаю, с довольно приличным результатом. На видео это где-то неделя после операции, а фотография сделана где-то через полтора месяца. Тоже сохраняется отечность, еще не до конца прорисовались все ориентиры, которые можно увидеть. Люблю хирургию high definition, хотя таких пациентов немного. И вот из таких вариантов пациент довольно с объемным животиком, которым нам удалось, опять же, поработать с которым без абдоминопластики, большие объемы удаления, но видно, что удалось прочертить кое-какие мышечные ориентиры. И, в общем-то, пациент доволен, хотя категорически сложно ему сбрасывать общую массу тела, но стал он такой внешне более спортивный. Ну, здесь демонстрация, опять же, мышечных ориентиров поясничной области у этого же пациента. Широчайшие мышцы, прямые мышцы удалось прорисовать. Еще один случай high definition – это один и тот же пациент в начале и в конце операции. Ну, слева, правда, конечно, там уже какое-то количество раствора введено перед кавитацией. Вот у нас выполнена прорисовка. Обычно на видео довольно неплохо видны ориентиры. У этой пациентки мы в итоге обошлись все-таки без абдоминопластики. Кожа тоже неплохо подсократилась, и мы не стали ей ничего более отсекать. Меня радуют такие варианты и в этом плане ультразвук. Люблю вот такие показательные видео о возможностях коррекции ног. Ну, вот видно, что с одной ногой мы уже поработали на обоих видео, а вторая нога практически еще не тронута. Это только введена жидкость какая-то, естественно, тут это уже было. И она обработана ультразвуком. Вот какой-то объем ушел с задней поверхности. На столе видна выраженная симметрия. И виден такой промежуточный результат. Через некоторое время уже в конце мы показываем пациентам, что получилось в итоге. Но разница интероперационная на видео видна налицо. Иногда получается весьма неплохо поработать с ножками, принципиально меняя форму. Ну, вот такие вот примеры ног, которые меняются, становятся длиннее, аккуратнее. Пациентка достаточно довольная. Зоны не до конца подтянуты. То есть это вот фотография 2 месяца, ой, извиняюсь, 2 недели, 3 недели. Примерно вот такой давности. Липофилинг ягодиц и некоторых других зон. Ну, грудь у нас небольшой опыт, ягодицы достаточно частое дело. И, в общем-то, получаем неплохие результаты прямо на столе. И пациенты, результаты стойкие, пациенты достаточно довольны. Хотя гематомы после липофилинга все-таки сохраняются. Ну, вот это фотографии тех же пациентов. Ну, и еще один вариант фотографий другой пациентки с липофилингами ягодиц. Сделали их более округлыми. Большие объемы я особо стараюсь не перемещать за один раз. Но, в целом, считаю, что здесь мы получили ту форму, которую она хотела. Вот эти уплощенные углы ушли. И пациентка, в общем-то, тоже достаточно довольная. Ну, написал такую вот вещь, что если в вазер-липо все-таки некая волшебная палочка, которой мы можем очень много сделать, существуют ли некие непростительные заклятия. Я считаю, что да. С одной стороны, мы можем получить большое количество отзывов от радостных пациентов, которые видят в зеркале себя и счастливы. И вот сегодня я рад, что звучат в докладах и моменты, как бы, осторожности, которые нужно соблюдать при вазер. Потому что, ну, пожалуй, начиная работать с этой технологией, я понял, что в целом можно получить немало проблем, если не предвосхищать их все-таки. И можно какие-то трофические нарушения кожи, иногда нестойкие, конечно, но хотя бы временные получить. И в кое-каких местах иногда фиброз более выраженный, чем бы нам хотелось. Но, опять же, имея практику и понимание, можно предвосхищать все эти события. То есть это не самое, пожалуй... Если использовать любую технологию без ума, можно получить проблемы везде. И вазер очень хочется использовать много, но если увлекаться этим процессом, можно и какие-то неровности тоже создать, как и на других вариантах липосакции, асимметрии, сиромы и некоторые другие проблемы получить. Но если подходить к технологии с умом, пациенты довольны, эффект яркий. Ну, и технологию я искренне люблю, поэтому с удовольствием согласился представить результаты здесь сегодня. Спасибо большое за внимание. Тоже готов ответить на вопросы, если они возникли. Да, спасибо большое, Павел Александрович. Вопросы, безусловно, есть. И хотел сказать от пациентов, но в данном случае это от наших коллег, которые пишут в чат. И тоже несколько вопросов я выписал. Используете ли вы антицеллюлитные насадки? Да, да, конечно, конечно, конечно. Да, используете ли вы при работе на теле антицеллюлитные насадки? И, соответственно, вот ручку антицеллюлитную. Вы имеете в виду смуф, насадку? Да. Да, используем. Значит, в двух ипостасях используем. Первый вариант – это непосредственно мы использовали насадку смуф для того, чтобы поработать с целлюлитом. Пробовал комбинировать ее одновременно с липосакцией, пробовал работать с целлюлитом изолированно. Ну, сложная работа, ну, в общем, неплохие результаты. Сюда как-то я не включил. Доскажу, что достаточно часто… Сейчас гематом… Меня слышно? Да, 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 слышим вас. Достаточно часто считаю, что она, работа с целлюлитом, сопряжена с формированием, наверное, каких-то пропитываний по типу гематом. Ну, может быть, не глобальных, они все исчезают достаточно неплохо, но моменты есть. Ну, и одно время у нас были вопросы по основной конюле в азер, технические моменты, и поэтому одно время я пробовал просто работать с смуф на нескольких пациентах. Ну, неплохие результаты, то есть точно так же превращает подкожную жировую клетчатку, подготавливает ее к аспирации, достаточно бескровно и интересно. Насадка хорошая. Я бы сказал, что вот помимо смуф, как бы это преимущество, то есть наличие этой насадки, я однозначно считаю, что если она есть, это преимущество. С ней же, ну, условно с ней, есть же вот эта насадка, которая позволяет отделять трубцы, я бы сказал, что… Ну, это второй такой инструмент. Вообще, на одном пациенте могу закомбинировать все виды насадок практически, чтобы получить определенный результат. Спасибо. Вот, вопрос также к вам. Так, только… А, вот, нашел, да. Павел Александрович, скажите, сразу после приобретения аппарата и обучения, что было сложным в первые месяцы? Кто и как вас обучал на работе с Вейзер, с какими трудностями столкнулись при работе с Вейзер в первые месяцы? Я скажу так, конечно. Ну, у нас было обучение, и к нам приезжал Грибков. Очень приятно с ним быть знакомым, пообщаться, поработать в одной операционной. С удовольствием ему передаю привет. Он же нас некоторое время консультировал, когда у нас возникали определенные вопросы в последующем. Я обучался и в последующем в других местах. Это была, скажем так, серия обучений. То есть не одно обучение, не вот этот однодневный, двухдневный курс. Что было сложным, наверное, я не кривя душой скажу, сложностей было много. И понять, какой объем удаления оптимален для пациента. То есть найти вот эту золотую середину, когда нам пациент не приходит, не берется в какую-то зону и не говорит, что вот здесь, мне кажется, что-то осталось. Это первый момент. Второй момент, конечно, ну и не истончить кожу до того, чтобы получить какие-то сопутствующие проблемы. То есть понимать, просто ультразвук позволяет довольно большой объем удалить подкожного жира. Ну и, скажем так, может быть иногда сложно остановиться, что ли. Вот поэтому, ну вот такие моменты были. Разметочные моменты. Понимание, в какой зоне, каким образом поработать, чтобы получить более яркий результат. По подбору пациентов тоже, ну скажем так, это были не эксперименты, это были советы от своих коллег. Но в итоге мы получали... В итоге я осознавал, какие пациенты нам больше подходят, в какой степени. Вот. И, наверное, наверное, самый-самый такой сложный, сложно осознаваемый, может быть, момент, это момент реабилитации. Пока вот я осознал, какие повязки, на какое место, на сколько времени и какие процедуры в последующем будут показаны пациентам. Ну, вот на это ушло, наверное, это такое самое большое обучение, наверное, было по ведению пациентов, нежели даже по удалению подкожно-жировых лечат, я считаю. Вот. Да, еще один плюс, я скажу, тоже для себя открыл. В принципе, я не видел в официальных методичках этого момента, но у вазер-липа есть прикольная возможность переносить жир механически, то есть липофилинг осуществлять самим же аппаратом. Вот. Как-то осознание это пришло резко, внезапно, как это все перенастроить. Но когда у меня получилось, я получил удовольствие, очень большое удовольствие от работы. Да. Ну, надо сказать, что такая возможность есть не исключительно у аппарата Вейзера, и как бы это не уникальная возможность, но тем не менее это действительно очень облегчает и ускоряет процесс, облегчает хирургу жизнь. Да, безусловно.